Всем привет дорогие друзья! Планирую значительно расширить тематику этого канала и делать выпуски не только про поп ММА, а также про различных персон из околоспортивной тусовки. Сегодня мы поговорим про Алексея Столярова. Он в прошлом известный фитнес-блогерочек, а в наше время скорее блогер, который снимает развлекательный контент, который часто не несет себе никакой смысловой нагрузки, вроде разного рода челленджей или же поглощения огромного количества вредной еды, которая самого Лёшку превращает в медведя на начальном этапе зимней спячки. Но нас в данном контексте волнует вовсе не это. Нам важно знать в первую очередь то, как этот персонаж быстро переобувается, если чует, что запахло жареным. Многие знают Столярова, так же, как зятя Шойгу, хотя на данный момент Алёшка уже не вместе с Ксенией Шойгу. На самом деле, Алексей с ней не развелся, он просто отрицательно женился, чтобы, так сказать, прикрыть свою жопу на случай форс-мажорных обстоятельств. Удается совмещать и рабочую часть, столько лишь проектов, и семейную жизнь. Где находите столько много времени? Ну, на самом деле, мы не находим столько времени, поскольку мы достаточно давно уже не являемся парой. Поэтому, на мой взгляд, и Милана, и работа, и поездки, и все остальное, и все остальное. Вот. Ну, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы действительно себя найти. Мы, взрослые люди, мы поговорили об этом, разговаривали. То есть, мы поговорили об этом и все, мы приняли общее решение, которое из одной и с другой стороны. И ты конфликт никак не влиял на это абсолютно. Там кто-то пишет, вот, конфликт. Ну, хотите, думайте так. Нет. Наша была только с Ксенией решение. Только наше общее. И только на позитиве. И только потому, что, действительно, мы уже говорили, там много работы и все остальное. Ну, просто вот так получилось. Никому претензии. Она не ко мне, не я к ней. У нас нет претензий. Просто мы понимаем, что, скорее всего, в нашей жизни у меня встретится тот человек, с которым будет лучше. Ранее уже на него выпадало немало хейта. Всего лишь из-за того, что он как-то раз лайкнул антивоенный пост. Тогда же эта общественность плевалась ядом на него. Лешка, естественно, как полагается отрицательно смелому человеку, тут же прикрыл свою пятую точку, чтобы хейта было меньше. Но хейт тогда был просто какой-то запредельный. Его даже Пригожин хейтил и говорил, что Лешка попочкой трясет. К слову, трясти попочкой для него вполне привычная работа, потому что за это платят немало денег. И по этой причине он с такой радостью и припал к кормушке под названием Ксения Шойгу. И долгое время вполне себе успешно находился рядом с этой самой кормушкой. Но любая кормушечка, она не вечная, а некоторые кормушки и вовсе становятся со временем опасные. Тем более, что один раз ему уже прилетело немало так хейта. А второй раз он вообще переживал за свою жизнь и думал, что его могут убить. Это было во время этого самого знаменитого мятежа Пригожина, который по факту закончился абсолютно ничем. Но тогда многие сторонники самого Пригожина грозились продырявить Лешку. И была даже инфа, что он улетел в Дубай. Неизвестно, насколько сама инфа правдивая, но Столяров конкретно наложил в штаны. После предыдущего хейта, который был обусловлен всего лишь одним лайком, ему долго пришлось отмывать свою репутацию, пришлось на неделю комменты везде поотключать. А также пришлось играть в раздавальщика-гуманитарки. Все по канонам всех этих псевдодобродетелей, которые гуманитарку раздают только с целью пиара, и когда есть в этом конкретный смысл. И ранее никаких позывов добродетеля у Лешки не наблюдалось. И он и близко не был похож на того, кто хочет кому-то там помогать бескорыстно. И тут вдруг, раз, и начал раздавать гуманитарку. Не знаю, на каких ишаков это рассчитано. И вообще, кто поверит в эту дичь? И вообще, в принципе, кто этому персонажу поверит? Его дутая улыбка полностью отображает всю сущность и гнелье, которое в нем есть. И с Ксенией Шойгу он расстался практически сразу после того самого мятежа Пригожина, потому что реально сцикотно и могут в следующий раз реально продырявить. Поэтому тактика предельно понятная. Максимально дистанцироваться от дочери Шойгу и делать вид, что он ее не знает. И, в принципе, никогда не знал. И ее вообще, в принципе, не существовало в его жизни. И параллельно к этому всему, публикуя еще в своей инсте фото и видео с другими бабищами. Альфонси, вроде Столяро, всегда поступает именно так. Клянуться в любви и верности, когда это выгодно. А когда не выгодно, делают вид, что не знают вообще этого человека и никогда не знали. Хотя, еще раз повторюсь, два года назад хитрый Столяр уверял всех, что он по уши влюблен в Ксению Шойгу. И что, мол, у нее красивые горящие глаза. Что меня привлекло в Ксюше? Мы не ответили на этот вопрос. Но, прежде всего, ее энергия... Я даже не знаю, что я его привлекла. Я даже не знаю, что я его привлекла. Но, честно признаться, ее энергия и красота. То есть, я безумно... Вот эти горящие глаза, улыбка, эмоции... То есть, это было что-то невероятно крутое. То есть, это красота и энергия, которая... Просто, думаю, капец. Не знаю, как насчет глаз, но если расценивать ее как мешок с деньгами, то он вполне красивый будет. Вы только представьте, насколько лицемерный данный персонаж. Когда не было войны, и его жизни ничего не угрожало, он клялся ей в любви. А как только запахло жареным, так сразу же не при делах. И мало того, он вообще делает вид, что с ней никак не знаком, и вообще никогда не был знаком. Хитрый Лешка поудалял все посты со своей бывшей женой у себя в Инсте. И нет, даже тех постов, которые были сделаны более чем год назад. И многие посты он поудалял, которые были сделаны два года назад. Неужели Лешка думает, что все забудут, чьим зятем он был? И неужели он думает, что когда придет расплата, то бутылка справедливости обойдет его стороной? Может, он действительно так считает? Но мы-то точно этого не забудем. И будем периодически напоминать общественности, кто такой этот дырявый зять Шойгу, и чем он знаменит на самом деле. Вот такой вот получился видос. Нужно теперь регулярно подбирать новых персон, и вручать им награду бутылка справедливости. Чтобы люди помнили, как эти персонажи быстро переобуваются. И как только дует ветер в другом направлении, они сразу меняют свою повестку. Хотя, возможно, это и сам Оленевод сказал Лешке валить куда подальше. Ведь Лешка вместе с Ксенией постоянно демонстрировал красивую жизнь у себя в соцсетях. А для имиджа Кужугетовича это совсем как-то невыгодно. Он тот еще мастер пиара и показухи. И, возможно, даже расставание Столярова и дочери Шойгу, это просто замануха для отвода подозрения. Нельзя исключать и такое. И на этом канале я стараюсь рассматривать различные возможные варианты. А вывод, как всегда, делайте сами. В любом случае, очевидно, что Лешка крайне хитрый и лживый персонаж, который ради выгоды готов на многое. И, возможно, готов даже на предательство. Будет потом во весь голос кричать, что он всегда был против войны, что сам к Шойгу никакого отношения никогда не имел. И вообще, это его заставили жениться на его дочери. Увидите, так оно и будет. Дутая улыбка, она такая. Верить ему ни в коем случае нельзя. А на этом пока все. Как всегда, став большой вентилятор этому ролику. И кто не лайкнет, тот, конечно же, грустный Ильяс Якубов. Друзья, кто не лайкнет, тот Ильяс Якубов. Так что, не лайкайте. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok